МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зуфралиева. Здравствуйте. В начале короткооплатно. Спокойный сон могла обернуться ночным кошмаром. Сотрудник Росгвардии спас от трагедии целую семью. Учеба в три смены в экстремальных условиях. Родители хасаверковских школьников не отправляют их на занятия. Почему, расскажут через несколько минут. И день за днем без жалобы, без стона. 27 января, день снятия блокады. О том, что пришлось пережить, расскажет ветеран Великой Отечественной войны. Спокойный сон мог бы обернуться трагедией для семьи в поселке Альбурикент. Если бы не сотрудник Росгвардии, который жил по соседству, от отравления газом могла бы погибнуть целая семья. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Магила вспоминает. Все было как в тумане. С утра получил он неожиданный звонок от соседа с одним лишь словом – помоги. Офицер Росгвардии поспешил на выручку, но входные двери дома были заперты. А на зов никто не откликнулся. Я быстро вышел. Помогите, значит, я сразу, у меня уже головой было, что, может, дом горит, что ли, такой. А я вот так же табочкой, значит, футболки, так же быстро, оперативно вышел на улицу. Смотрю, ворота тоже закрыты. Перелез, значит, наверх, оттуда же прыгнул вниз. В доме правоохранитель почувствовал сильный запах газа и вскоре обнаружил соседа и всю его семью в бессознательном состоянии. Открыл дверь, значит, там человек лежит на полу, на полу, и сразу уже я начал их вытаскивать, там сперва его выташил, потом супругу, потом последующих же детей. Росгвардиец вынес всех жильцов из дома и вызвал бригаду скорой помощи. Пока ехали медики, вместе с женой он оказал соседям первую помощь. Один сосед не теряет, другой встает. Я быстро опять-таки зашел домой. Супруга у меня и медсотрудница. Я говорю, быстро выходи, надо оказать помощь. Глава пострадавшего семейства как бы в шутку делится, что с таким соседом ему ничего уже не страшно. Он не только сосед, он брат. И соседские отношения, и как работник, быстро как зашел, все окна, двери открыл, вытащил нас, организовал нас всего на пятерку. Очень большой плюс для нас, что этот человек рядом с нами живет. Причиной утечки газа оказалась отопительная печь. По словам Камалудина, она исправно служила более пяти лет. О том, что печь может стать убийцей, и подумать не мог. Эта история с хорошим концом в очередной раз показывает, какой нелепой может быть смерть, если не следовать элементарным правилам безопасности. Особенно в отопительный сезон. По данным МЧС, только с начала года от газа погибли четыре человека. Очередной крик души для наших граждан. Приведите в порядок все свои электроприборы. Обязательно просмотрите свои шланги, то есть идущие от крана до газового прибора, то есть газовой плиты или отопительной печи. Ведомстве напоминают, для предотвращения отравления угарным газом необходимо использовать только исправное газовое оборудование и своевременно проводить его профилактику. В отличие от бытового оборудования, природное явление нерегулируемо и непредсказуемо. Оползим в селе Карабудахкент обрушил здание. Сползающую землю заметили жители райцентра накануне в 2 часа дня. Протяженность зоны разрыва составила около 150 метров. Пострадало одно двухэтажное здание фермерского хозяйства, здание кормового цеха с жилой комнатой. Из-за угрозы обрушения двух частных домов, 6 человек пришлось эвакуировать. Для оценки обстановки на месте происшествия задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники с беспилотным летательным аппаратом МЧС Дагестана. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Обучение в три смены в опасных условиях. В Хасавюрте родители не пускают детей в школу и требуют построить новое учреждение. Все из-за аварийного состояния здания, говорят местные жители. Почему ситуация не разрешается, годами выясняла моя коллега Патимат Ханапова. Дайте нам учиться, но сюда мы их не будем. Я не отправлю своих четырех детей. Я не хочу коллег дома. Огромные трещины в стене, сыплющаяся штукатурка и шаткий пол. Картина не для слабонервных. Но в этом корпусе, к счастью, дети не учатся. Занятия проходят в двух других прилегающих зданиях. Это и беспокоит родителей. По их словам, если центральное строение обрушится, то это не может не сказаться на соседних, где и проходят уроки. Не дай Аллах, что-то произойдет. И если этот центральный корпус сложится, во-первых, он сложится весь, как карточный домик. Эти два корпуса, они тесно прилегают к этому корпусу. У нас вот в этих кабинетах сидят наши дети. Вы думаете, кабинеты не пострадают? Они точно так же обрушатся? Да и в прочности этих двух корпусов многие также сомневаются. Родители убеждены, здесь просто провели косметический ремонт. Внешний вид обновили, а внутренние проблемы остались те же. Так ли все на самом деле, на днях будет выяснять экспертиза. Кроме того, столовая здесь также находится в аварийном крыле. Наши дети идут в столовую через весь этот путь. Они должны обходить вот это аварийное крыло, где вы сами уже из видео с интернета видели, что все сыпется, кирпичи сыпятся. За этими партами вот уже третий сутки никто не сидит. Обычно это непривычное состояние для школы номер 14. Как правило, в одном кабинете находится по 20 учеников. Школа маленькая, мест не всегда хватает. Здесь вынуждены обучать в три смены. Честно очень, трехсменные занятия. Это и детей напрягает, естественно, и учителя не очень-то способны до полуседьмого, полвосьмого уходить домой. В мэрии Хасавюрта говорят, они в курсе проблемы. Признают, что есть необходимость в строительстве новой школы. Нужно это не только в целях безопасности, но и чтобы ликвидировать трехсменку. Однако есть свои бюрократические проволочки и связаны они с земельными вопросами. На сегодняшний день то, что находится данное учебное заведение, позволяет нам построить по всем требованиям САНПИ и вообще по строительству требованиям 40 квадратов на одного ребенка. Она не позволяет более чем на 300 человек построить школу. Если же даже мы построим здесь школу на 300 ученических мест, это не снимает проблему трехсменок. Тем временем в Минимуществе и Министерстве образования заявили, что держит ситуацию на контроле. Экспертная комиссия должна выяснить, как благополучно разрешить ситуацию. Однако на это потребуется время. А вот готовы ли ждать родители вопрос другой. Батимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Хасабюрту. Сергей Меликов предложил министрам, депутатам и главам муниципалитетов на личном примере показать важность вакцинации. Глава Дагестана отметил, что нельзя требовать от людей того, что еще не сделали сами. Напомню, в республику на сегодня поставлено более 8 тысяч доз вакцин. 54 пункта вакцинации организованы на базе больницы и поликлиник, а также налажена работа 10 мобильных прививочных бригад. Профилактические беседы о коронавирусе организовали для учащихся Махачкалинской школы номер 49. Главврач Махачкалинской клинической больницы Ахмед Алиев рассказал подробно детям, как важно защищать себя и своих близких от этой болезни. Кроме того, школьники узнали много интересного о работе медучреждения и врачей. Рекомендации врача оказались несложными. Самое важное – это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Директор школы номер 49 Абдул-Керим Айгонов поблагодарил главврача за интересный и своевременный разговор. В эти дни в России вспоминают, пожалуй, самую трагическую страницу в истории Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. 77 лет назад вражеское кольцо, душившее город два с половиной года, было окончательно прорвано. 27 января 1944 года блокада Ленинграда, продолжавшиеся долгие 872 дня и унесшая жизни полутора миллионов человек, была полностью снята. В Музее боевой славы Махачкалы сегодня прошла акция, посвященная годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках этой акции музей подготовил выставку о защитниках Ленинграда, в числе которых было несколько тысяч дагестанцев. В экспозиции музея представлены документы и личные вещи защитников города. Основным направлением нашей работы является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. И все наши мероприятия, наши выставки направлены именно на это. При подготовке сегодняшнего мероприятия мы попытались передать атмосферу Ленинграда, рассказать о судьбе его жителей и защитников города. Также в парках и торговых центрах Махачкалы прошла всероссийская акция памяти блокадный хлеб. Волонтеры раздавали 125 граммов черного хлеба, символ памяти блокады и информационные листовки о ее прорыве. К сожалению, очевидцев тех страшных событий остается все меньше. Одной из выживших в блокаде Марину Бесалову навестили сегодня сотрудники Управления соцзащиты населения и Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста. С ветераном встретилась и Лариана Шамхалаева. Марине Бесаловой было 4 года, когда наступили страшные дни осады Ленинграда. Отца забрали на фронт. Молодая мама, которой было только 30 лет, умерла от голода почти сразу. А бабушка не дожила до окончания войны. Матери и бабушке приходилось делить свою порцию съестных припасов с малышкой. С тех пор у Марины Владимировны очень трепетное отношение к хлебу. Хлеб был пополам с опилками. У меня отношение к хлебу… Вот режу хлеб, крошки остаются или поела, крошки остаются. Я их должна съесть, эти крошки, до сих пор. Женщина любит музыку. Когда ей тяжело, она поет. Но даже в песнях вспоминает годы войны, Ленинград и Ладожскую дорогу жизни. Это озеро – единственный путь, по которому можно было доставлять грузы в Ленинград и эвакуировать людей из осажденного города. «И пройдут года войны суровой, залечит раны город мой. Народ вздохнет и песню с новой силой споет о Ладоге родной. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная волна. Не дара млада, родная, дорога жизни названа». Беседа коснулась не только лет военных. Блокадница оказалась женщиной высоких гражданских позиций и попросила у гостей помощи в благоустройстве при домовой территории многоквартирного дома. «Пожалуйста, беспокойтесь о том, чтобы у нас вот здесь сделали детскую площадку». С трепетом рассказывая о своих любимых медалях, самые ценные из которых – это знак жителя блокадного Ленинграда, Марина Владимировна поделилась мечтой – выпустить книгу, мемуары и уже подробнее рассказать историю своей нелегкой жизни. Лариана Шимхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился в Ростове на Дону с генеральным консулом республики Узбекистан Рустамом Курганбаевым. На встрече консул сообщил, что цель его визита в нашу республику – это укрепление сотрудничества, прежде всего в сфере религиозного туризма. «В этой связи хотим предложить регистанской стороне рассмотреть возможность. Мы хотим организовать презентацию «Зиарад туризма» в Сагистан. Мы хотели привести небольшую делегацию с Ташкента, максимально содействовать тому, чтобы население наших братских республик могло ознакомиться с богатейшей историей исламской цивилизации в Узбекистане. Наши туристы тоже с удовольствием посетили и Дагестан, и Чечен. На сегодняшний день Дагестан распространен суфизм. Это как раз таки идет из Узбекистана, туда идет. Поэтому я думаю, что у вас появилась такая идея и вам дано такое поручение. Это я вижу волю Всевышнего. Мы благодарим Всевышнего за то, что у вас такие мысли. И со стороны нашей республики я уже чувствую поддержку, иначе они бы здесь не присутствовали. В общем, мы рады. Будем всячески поддерживать. На встрече также присутствовал в Рио министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов. Он отметил, что между Россией и Узбекистаном всегда были очень хорошие отношения на международном уровне. Правительство России направит 2 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в регионах страны. Из них 40 миллионов получит Дагестан. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. За счет этих средств должны возвести порядка 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и сельской местности по всей стране. В их числе новые футбольные поля и спортивные площадки. Их приспособят для людей с ограниченными возможностями. Цель правительства сделать так, чтобы к 2030 году увеличить число людей, занимающихся спортом до 70%. Это вся информация к этому часу. Всего доброго и до встречи.